Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Задача номер 40. Нам дан отрезок. Обозначим его AB. И его длина равна AB равно 28 см. Про отрезок сказано, что он разделен на три неравных отрезка. Точка С и точка D. Делят отрезок на три неравных отрезка. АС, СД и ДБ. Дальше сказано, что расстояние между серединами крайних отрезков равно 16 см. Левый крайний отрезок АС, вот его середина, обозначим буквой П. И правый крайний отрезок, его середину, обозначим буквой Q. Значит, нам известно вот это расстояние. И оно равно 16 см. Нам нужно найти длину среднего отрезка. То есть, СД нам нужно найти. Ну, мы можем записать, что весь отрезок AB, конечно, равен сумме отрезков. АС плюс СД и плюс ДБ. И отсюда мы можем выразить отрезок СД через все остальные. То есть, мы отрезок СД оставим справа. СД так и запишем. А влево перенесем все остальные члены правого равенства. Перенесем влево. АВ будет минус АС и минус ДБ. Ну, или мы можем так написать. СД отрезок у нас равен отрезок АВ минус. И возьмем в скобочки. То есть, мы как бы минус вынесли за скобочку. И тогда в скобочках у нас останется АС плюс ДБ. То есть, для того, чтобы определить значение отрезка СД, нам можно и не знать длину каждого отрезка АС и ДБ. Нам нужно знать сумму этих отрезков. Что же у нас есть для того, чтобы определить сумму этих отрезков? Мы можем написать с другой стороны, что отрезок АВ равен сумме отрезков АП плюс отрезок ПК и плюс отрезок КВБ. И тогда перенесем в левую часть АВ с минусом ПКУ. Перенесем. А справа у нас останется АП плюс КВБ. И, в принципе, мы можем определить, чему равно АП плюс КВБ. АП, они будут равны АВ, у нас известно, 28 см. АПКУ, у нас известно, это 16 см. Поэтому можно записать, что АП плюс КВБ равно 12 см. А теперь посмотрите внимательно на это равенство. Что такое АП? АП – это половина отрезка АС, а КВБ – это половина отрезка ДБ. Возьмем наше равенство, умножим на 2 левую и правую его часть. И запишем так. 2 АП плюс 2 КВБ и будет равно 24. А теперь посмотрим, что такое 2 АП. 2 АП – это, собственно, отрезок АС, потому что точка П делит его на два равных отрезка, поэтому весь отрезок АС равен, можно сказать, что равен 2 умножить на АП. Запишем АС. Что такое 2 КВБ? Аналогично, что 2 КВБ – это весь отрезок ДБ. И это всё равно 24 см. То есть мы как раз нашли сумму, которая нам нужна для определения искомого отрезка СД. И теперь мы можем уже его и определить. И запишем, что отрезок СД будет равен АВ. АВ у нас значение равно 28 см. и минус сумма отрезков АС и ДБ – это 24 см. И таким образом у нас получится СД равно 4 см. Запишем ответ. Средний отрезок у нас составляет 4 см. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте. Если у вас появились вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.